Лидия Нижеванная Сотрудники коммунального сервиса на обращение жильцов до сих пор никак не отреагировали. Хотя не раз обещали привести двор в порядок. Мой сосед обращался туда, даже написал официальное заявление. Это было где-то в начале года, где-то в январе месяце. Потом мы обращались еще один раз, но были какие-то работы у них по ЖЭКу. Ему пообещали, что через какое-то время закончат какие-то работы после ЕГЭСКО-17 и к нам наведут порядок. Так и не дождавшись реальных действий от коммунальщиков, Лидия Макаровна решила лично поинтересоваться судьбой своего двора. Вместе с ней к руководству пятого участка КП ЖКС Фонтанский направился корреспондент Одессы под контролем. Старший мастер Евгений Терзий пообещал до середины июня завести земли и выровнять площадку возле дома. А вот зацементировать дорожки и порожек у подъезда, а также посеять траву, сотрудники сервиса не могут. Пока длятся судебное разбирательство между мэрией и уволенной городским головой директором ЖКС Фонтанский Светланой Асауленко, счета предприятия заблокированы и необходимые для работ материалы на участке не поступают. Одесса под контролем проследит за выполнением обещаний коммунальщиков. На горячую линию Одесса под контролем позвонили жители дома 17 по улице Осташкина. Буквально под их окнами много лет стоят контейнеры, куда выбрасывает мусор вся улица. От антисанитарии разводятся мухи и крысы, а в квартирах воняет. Когда-то мусорные баки находились вдали от дома, но строители многоэтажки по соседству установили забор и отодвинули контейнеры под окна одесситов. Если раньше убирали два раза в сутки, сейчас убирается один раз в сутки. Зимой это еще и более-менее терпимо, но летом здесь жить невозможно. Значит, вот эти вот окна первых двух этажей вообще открывать невозможно. Мухи, зловоние. Жители неоднократно обращались в ЖКС и различные инстанции. Им твердят, что мусорки стояли под окнами всегда, и передвигать в другое место их нельзя. Куда мы только не обращались. Но нам говорят, что, особенно ЖЭК, нам говорят, что другого места на улице нет. Мы предлагали альтернативные варианты, но ЖЭК до сих пор к нам никак не идет. Спецкорреспондент Одесса под контролем вместе с возмущенными жильцами отправились в первый участок КП ЖКС Фонтанский. Начальника на месте не оказалось. Также не оказалось в ЖКСе и старшего мастера. Возле ЖКС жильцы заметили одного из мастеров первого участка. Он сидел в соседнем кафе. Следующим шагом нашего активиста Федора Кобитца будет визит в городскую СЭС. Одесса под контролем следит за развитием событий. Как правильно составить жалобу на коммунальщиков? Первое. Составить акт претензию о неоказанных или некачественно оказанных услугах. На составление акта следует позвать представителя вашего ЖКС. Второе. Высов представителя нужно оформить письменно. Причем писать ЖКС следует не раньше, чем за два дня до составления акта. Третье. Если сотрудник не явился на составление акта, это проблема коммунальщиков. Для легитимности документа достаточно подписи трех жильцов дома. Четвертое. В акте необходимо указать адрес дома, описать проблему и срок ее неустранения. И, разумеется, подписаться. Не забудьте поставить дату. Пятое. Акт составляется в двух экземплярах. Жильцы должны зарегистрировать акт претензию в своем ЖКС. На копии акта, который остается у жильцов, сотрудник ЖКС должен указать дату поступления акта. Свои, фамилию, имя, отчество и должность, а также поставить печать. Шестое. Если вам отказывают в приеме акта, отправляйте его рекомендованным письмом по почте с обязательным оформлением описи вложенных документов и уведомлением о вручении вашего письма адресату. Седьмое. Акт должен быть рассмотрен в течение месяца. Если ЖКС не дал письменного ответа на вашу жалобу через месяц, вы должны обращаться в вышестоящие инстанции. Также вы вправе обратиться в прокуратуру. Восьмое. Первым делом вам следует обращаться в районную администрацию. Именно она несет ответственность за действия коммунальных предприятий. Девятое. Если вы не добились успеха в районной администрации, обращайтесь в департамент городского хозяйства горсовета. Телефоны. 705-48-51 и 705-48-52. Десятое. Все жалобы необходимо оформлять письменно в двух экземплярах и оставлять у себя завизированную в ведомстве копию. Одиннадцатое. И последнее. В прохождении по всем инстанциям вам поможет горячая линия Одесса под контролем. Телефон 706-38-96. Субтитры создавал DimaTorzok